МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялось расширенное заседание Советов матерей. Высокое качество, доступная цена. В Шымкенте проходит ярмарка ковров фабрики «Балтикстиль». Трагическое ДТП в России. Во Владивостоке автобус из Шымкента столкнулся с поездом ЕСЖРВ. Аким области Женсы Тюмебаев принял поэта-композитора, драматурга, обладателя премии Платиновый Тарлан и Государственного ордена Парасад Исраила Сапарбая. На встречу глава региона поздравил поэта с 75-летним юбилеем и выразил уверенно, что его труды, направленные на повышение духовного богатства страны, будут пользоваться спросом. Глава региона пожелала удачи в проведении республиканского песенного конкурса, который организовывается в честь юбиляра, и целью которого является воспитание молодого поколения и формирование духовного культурного наследия. Также в ходе встречи с Турном обсудили реализацию программы Туан-Джир, озвученной в программной статье главы государства «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» и «Вопросы развития культуры региона». Кроме того, Аким отметил о необходимости широко пропагандировать творчество поэта-композитора среди молодежи. Стоит отметить, завтра в 19.00 во дворце Туркестан города Шимкента состоится заключительный гала-концерт песенного конкурса «Еркендегам Ельдегам», посвященный 75-летнему юбилею Истраила Сапарбая. В концерте примут участие заслуженные артисты Республики Казахстан Сеймбек Жумагалеев, заслуженные деятели Республики Казахстан Абербек Таналиев и Шахизада Байпадшанова, казахский эстрадный певец Танат Мамырхан и деятели искусства Южно-Казахстанской области. Сегодня в Южно-Казахстанской области в рамках духовного возрождения состоялось расширенное заседание с участием представителей Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана. Заседание прошло в Казахстанском университете дружбы народов, где обсудили роль матерей. В реализации программы «Духовное возрождение» в заседании приняли участие заместители председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Дархан Монбай, Аким Южно-Казахстанской области, Жан-Цей Тюмебаев и представители Генеральной прокуратуры. Их роль в жизни общества неоценима. При Ассамблее народа Казахстана на региональном районном и сельском уровнях действует 1774 Совета матерей, где насчитывается около 10 тысяч членов. Выступая на встрече, глава региона Жан-Цей Тюмебаев отметил, что женщины играют большую роль в формировании национальной идентичности независимой нации, суверенного и независимого государства. Снижение количества разводов, профилактики, преступлений и правонарушений. За первый лишь год деятельности работы Советов общественных согласия и Советов матерей области рассмотрены на республиканских расширенных заседаниях Ассамблей народа Казахстана. Думаю, что сегодняшнее очередное расширенное заседание Совета матерей Ассамблей народа Казахстана будет плодотворным, где общими усилиями будут выработаны концептуальные решения по укреплению института семьи. В рамках заседания были рассмотрены вопросы воспитания молодежи на основе духовной культуры казахского народа, потенциал проекта «Современная казахстанская культура» и формирование международного имиджа страны, механизмы реализации программы «Рухани-жангару» в системе профессионального технического образования, а также рассмотрен опыт работы Советов матерей Ассамблей народов Казахстана нашей области и других регионов. Совет матерей проводит много акций у нас в регионе. Одна акция собрала 6 миллионов. Эти средства были направлены на лечение детей. Одного ребенка оперировали в Турции, трех – в Челябинске, еще двух – в Москве. К слову, на юге созданы и действуют 202 Совета матерей. Более 1130 членов принимают участие в вопросах воспитания подрастающего поколения, снижения количества разводов, профилактики преступлений и правонарушений среди молодежи. В рамках этих направлений проведено более 640 мероприятий. Динар Мусаева, Бахат Баляров, Онтусты, как парад. В Шымкенте в центре Курми открылась пятидневная выставка ковров Оладала Клендера. Выставку посетили Аким Южно-Казахстанской области Жанцы Тюмебаев, а также делегация во главе с губернатором провинции Харасан-Ресави Исламской Республики Иран, прибывшие с рабочим визитом в нашу область. Ярмарка, которая организована крупнейшим производителем ковров в стране фабрикой «Балтик Стиль», собрала большое количество покупателей. Вниманию посетителей представлено более тысячи видов дизайнов ковров и ковровых изделий. Предприятие изготавливает ковры и ковровые изделия из синтетических полипропиленовых нитей известных мировых производителей на современном бельгийском оборудовании. Вся продукция имеет высокое качество и доступные цены. Мы пришли на ярмарку приобрести себе ковры. Цены невысокие, качество отличное. Главное, что ассортимент богатый. Есть и дешевые ковры, есть подороже. Любой покупатель может найти для себя подходящий ковер. Почаще бы проводили такие ярмарки. Самый большой ковровый завод вносит большой вклад в развитие текстильной промышленности страны. Фабрика предлагает более двух тысяч видов ковровых изделий. Наша выставка отличается тем, что здесь можно купить по фабричным ценам не только наши ковры казахстанские, но также ковры из Турции, из Бельгии, из Ирана. Это у нас совместно с производителями. Мы вместе вот такую ярмарку проводим раз в год. В прошлом году посетили около 8 тысяч человек. В этом году мы планируем, что будет около 15 тысяч. Так как в Алмате мы два месяца назад провели такую ярмарку, у нас посетили 17 тысяч человек. На сегодняшний день производственная мощность фабрики составляет 5 миллионов квадратных метров ковровых изделий. Стоит отметить, что с 2013 года по сегодняшний день фабрика произвела около 9 миллионов квадратных метров ковров и ковровых изделий, а также 6 миллионов квадратных метров пропиленовых нитей. В планах у руководства компании в ближайшем будущем стать ведущим производителем ковров и ковровых изделий в мире. Динар Мусаева, Бахат Баляров. Он тусты, как парад. Очередная трагедия. В России во Владимирской области пассажирский автобус из Казахстана столкнулся с поездом Санкт-Петербург-Нижний Новгород. Пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу. В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших. Пассажирский автобус марки «Мерседес» зарегистрирован под госномером УДА-668. Регион 13-й сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел. Автобус пересекал железнодорожный переезд, расположенный рядом со станцией Покров и заглох на путях. Дежурный по переезду незамедлительно включил заградительный сигнал о преграде на пути. Машинист пассажирского поезда номер 60 с сообщением Санкт-Петербург-Нижний Новгород, который в этот момент следовал по участку, применил экстренное торможение, что позволило снизить скорость до минимальной возможной. Но расстояния до полной остановки состава было недостаточным. В результате ДТП погибли 15 человек. Пятеро пострадавших находятся в реанимации, в их числе дети. На месте происшествия работает специальная комиссия. Для того, чтобы граждане могли получить оперативную информацию о жертвах и пострадавших, создана горячая линия. Ваша жизнь в ваших руках. Подготовку к отопительному сезону каждый житель должен начинать со своих домов. Порой запущенная вентиляционная система или же просто газовая колонка может стать причиной несчастных случаев. Данные вопросы были подняты на брифинге о предупреждении отравлением угарным газом с участием главы города, сотрудников управления ЧАЭС, а также представителей компании «Газтрансгазаймак». Всего с начала года произошло 7 случаев отравления угарным газом. Четверо погибли. В прошлом году ситуация намного плачевнее. Отравившись, угарным газом скончались 11 человек. Кроме того, за 9 месяцев этого года был зарегистрирован случай утечки газа, в результате которого пострадал один человек. Несчастные случаи, произошедшие за этот год, связанные с отравлением угарным газом. Произошли, во-первых, из-за неисправности вентиляционных систем, во-вторых, из-за ненадлежащего обслуживания газового оборудования. В данное время идет заполнение системы централизованного отопления областного центра. Теплоцентраль южной зоны города уже заполнена полностью. По северной зоне Шимкента процесс заполнения близится к завершению. Сам же отопительный сезон в областном центре начинается обычно с приказа Акима города, после того, как, согласно СНИПам, среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов тепла. В южной части города на одной из трех системных линий были проведены работы по опрессовке труб отопления, то есть от верхнего рынка и до домов по улице Иляева. Вторая линия идет по улице Гагарина, 21 микрорайоне зальют необходимую воду. В октябре месяце в регионе заметно похолодало, поэтому большинство жителей частных секторов начали отапливать свои дома. При этом специалисты отмечают, что в основном несчастные случаи происходят из-за халатности самих жильцов, призвав при этом соблюдать меры предосторожности. Анна Шелгина, Али Малик, Бахт Байларов, ОНГТУ, СТКАХПАРАД. В программной статье главы государства «Взгляд в будущее модернизация общественного сознания» определены новые приоритеты государственной идеологии. Главные направления стратегической программы государство обсудила общественность юга на встрече с руководителем областного управления образования Исатаем Сагындыковым. Казахстан вступает в новый период развития наших государственностей. Вопросы модернизации идеологической политики наряду с политической, экономической, социальной, правовой реформами должны стать одним из важных приоритетов в дальнейшем развитии казахстанского общества и государства, убежден главный педагог области Исатай Сагындыков. «Очень важно, что статья содержит ряд конкретных мер в виде актуальных на сегодняшний день общественно-политических и культурно-просветительских проектов, каждый из которых подразумевает огромный пласт работы. Уверен, что новые масштабные задачи модернизации общественного сознания, поставленные лидером нации, откроют перед нашим народом новые горизонты, которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития». Выступавшие докладчики подробно остановились на таких аспектах статьи, как конкурентоспособность, прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знаний, эволюционное, но не революционное развитие Казахстана и открытость сознания. «Программная статья главы государства является главным политическим документом, определяющим государственную идеологию. Необходимо всем работать над реализацией основных задач программы духовного возрождения. Это актуально сегодня, и это работа не одного дня». Статья главы государства является новой идеологической концепцией, определяющей стратегическое направление интересов современного Казахстана. «Политическая и экономическая реформа невозможна без духовного обновления, без развития и изменения в лучшую сторону общественного сознания», говорили участники встречи. Анна Шолгина, Бахт Байларов, ОНГДУСТЫКАХ ПАРАД. «Педагог – это призвание. В одних школах прошли концерты, в других – дни самоуправления. Педагоги казахстанских школ отметили свой профессиональный праздник. Наградили лучших педагогов, вспомнили тех, кто привнес неоценимый вклад в развитие районного образования и в ОТРАРе». В ходе встречи педагоги обсудили актуальные вопросы сферы образования, поделились своими мнениями о новшествах. В этот день, по достоинству оценив труд, ряд учителей были награждены грамотами и благодарственными письмами. Среди них есть и обладатель высшей награды для педагогов нагрудного знака Брая Алтунцарина. «Учитель – великая профессия, ведь из-под его крыла выходят выдающиеся личности – ученые, педагоги, врачи. Поэтому испокон веков к учителю было особое отношение. Место учителя всегда во главе стола, это еще говорил педагог Макжан Жумабаев. Об этом неустанно говорит и наш президент. 21 век – век науки, знаний, возрождения культуры и духовности». Не жалея ни сил, ни времени, они по праву считаются воспитателями грамотного образованного поколения казахстанцев. Работа педагогов заслуживает искреннего уважения, делится Акиму от Рарского района. «Мы долго думали о том, как можно поздравить учителей с профессиональным праздником. Решили организовать вот такое мероприятие. Поздравляю вас с этим значимым днем для каждого педагога. Желаю успехов в труде и жизни». В этот день прошло торжественное награждение победителей конкурса сочинений. Отметим, состязание прошло среди ребят от Рарского района, которые посетили международную специализированную выставку «Экспо-2017». «Я заняла первое место очень рада. Писать про Экспо было несложно, потому что в составе делегации, благодаря Акиму района, я лично побывала на международной выставке и видела все своими глазами. «Я очень благодарна руководству района вместе с учителями и нас наградили. Это очень приятно. Хочу всех поздравить с днем учителя». Учитель – одна из почетных и уважаемых профессий. На их плечах большой груз ответственности за будущее государство в лице подрастающего поколения. Поэтому он должен быть разносторонним и быть образцовым примером для своих учеников, считают латарарские педагоги. Анна Шолгина, Бахт Байларов, Унгтустыках, Парад. Сотрудники Управления миграционной полиции ДВД Южно-Казахстанской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». В Сарагашском районе в ходе проведения рыдовых мероприятий полицейские задержали 108 граждан Афганистана, занимавшихся сбором лекарственной феррулы. При проверке документов у иностранцев не оказалось разрешения на трудовую деятельность на территории Южно-Казахстанской области. В настоящее время в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 517. Кроме того, стражи порядка привлекли к административной ответственности работодателя гражданина Республики Казахстан за использование незаконной иностранной рабочей силы по статье 519 Республики Казахстан. Всего же за три дня оперативно-профилактических мероприятий «Нелегал» выявлено более тысячи нарушителей миграционного законодательства. Из них в отношении 469 нарушителей вынесено предупреждение. На 128 человек наложено административное взыскание. К административной ответственности привлечены 94 граждан Республики Казахстан за нарушение закона о миграции и незаконное привлечение иностранной рабочей силы. Также в отношении двоих иностранцев возбуждены уголовные дела за невыполнение решения суда о выдворении за пределы Республики Казахстан. Жительница Южного Казахстана шантажировала супруга, инсценировав свое похищение. Дама хотела получить с благоверного 3 миллиона, но муж решил не платить и отправился в полицию. Жительница Кентау скрывалась в гостинице города Тарас, где ее нашли правоохранители. В отдел полиции города Кентау с заявлением о похищении супруги обратился местный житель 1978 года рождения. Мужчина сообщил, что на его сотовый номер поступило несколько смс-сообщений от неизвестных с требованиями отдать выкуп за жену в сумме 3 миллионов тенге. В противном случае грозились ее убить. Тут же были возбуждены два уголовных дела по статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, 126-й незаконное лишение свободы и 194-й вымогательство. Однако в ходе следствия дело приняло неожиданный оборот. В отделе полиции создали специальную группу из числа лучших оперативных работников и следователей. Перед полицейскими стояла задача в кратчайшие сроки принять все необходимые меры по раскрытию тяжкого преступления. В результате оперативники нашли женщину в одной из гостиниц города Тарас, где она снимала номер. Впоследствии кентауские полицейские выяснили, что женщина инсценировала собственное похищение. Уголовное дело следователи переквалифицировали в статью 419-й часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан заведомо ложный донос. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. В ходе досудебного расследования женщина призналась, что на этот шаг пошла из-за денежных долгов. В Туркестане она под предлогом создания денежной пирамиды вынимала деньги со своих знакомых и тратила их на свои нужды. Спустя некоторое время люди начали требовать свои деньги. С целью вернуть долги она решила выманить деньги собственного мужа и придумала свое же похищение. Полицейский из Южно-Казахстанской области, рискуя собственной жизнью, задержал вооруженного преступника, скрывавшегося от уголовного наказания в Алматы. В течение трех лет в отдел полиции города Кентау поступали заявления от местных жителей о том, что неизвестные проникали в их квартиры и похищали деньги, золотые изделия и бытовую технику. А из подборья частных домов уводили домашнюю скотину. В марте 2017 года городские полицейские в ходе проведения целенаправленных оперативных мероприятий задержали восьмерых подозреваемых местных жителей 1993, 1994, 1995 и 1996 годов рождения. Организатору преступной группы гражданину Елеме Сабит 1993 года рождения тогда удалось скрыться. У задержанных оперативники частично изъяли похищенные вещи. Им было предъявлено обвинение в совершении 24 фактов квартирных краж. Ущерб, нанесенный этой преступной группой потерпевшим, насчитывался миллионами. В июне всех членов преступной группы Елеме сосудили к различным срокам наказания. А самого Елеме сотрудники Кентауского городского отдела внутренних дел в мае текущего года объявили в розыск. Спустя четыре месяца в результате проведения оперативно-радостных мероприятий сотрудниками криминальной полиции городского отдела внутренних дел установили возможное местонахождение разыскиваемого Елемеса. В город Алма-Ату в конце сентября была направлена группа полицейских в составе оперуполномоченных криминальной полиции Бухарбаева Самата и Анарбаева Ернара, нацеленные на поимку скрывшегося от преследования преступника. 28 сентября примерно в 23 часа ночи во время задержания разыскиваемый гражданин Елемес оказал активное сопротивление и произвел два выстрела из травматического оружия в сторону полицейских. 27-летний капитан полиции Анарбаев, несмотря на ранение, смог надеть наручники на преступника и сдать его подоспевшему на помощь экипажу «Буран». В настоящее время Сабит Елемеса водворен в изоле это временного содержания Департамента внутренних дел города Алматы. Данный факт зарегистрировали в Единый реестр досудебных расследований Ауэзовского районного отдела внутренних дел Департамента внутренних дел города Алматы по трём статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, 287-я Незаконное ношение, хранение и перевозка оружия, 293-я Хулиганство и 380-е Применение насилия в отношении представителя власти. Начато досудебное расследование. 17 лет назад, 1 октября, весь мир лицезрел победный флаг Казахстана. В этот день чемпионом Олимпиады стал Бигзат Сатарханов. Сегодня он является кумиром сотни молодых боксеров. В этой связи стало уже традиционным проводить турнир памяти чемпиона Олимпиады в Сиднее первого обладателя ордена Баррес первой степени. В этом году особенностью 13-го турнира стало то, что он прошел в спортивном комплексе, расположенном в селе, где родился и вырос выдающийся боксер, ныне именуемом микрорайон Бигзат. По словам отца Бигзата Сиэльхана Сатарханула, данный турнир помог выявить множество выдающихся спортсменов. Когда-то на данных состязаниях выступали Бахтяр Артаев и даже Геннадий Головкин. Сюда два-три раза приезжали спортсмены из Китая, даже без своих тренеров. Благодаря турниру в память о Бигзате вышли десятки выдающихся спортсменов. Среди них и Головкин, и Артаев. Вышли на международный уровень, а затем получили путевку в мир бокса. В юношеском турнире, организованном в память Бигзата Сатарханова, участие приняли спортсмены из Астаны, Алматы, Шымкента, Туркестана, а также Сарагашского и Орда-Абасинского районов. Свыше ста мастеров кожаной перчатки поборолись за звание лучших. По итогам двухдневного турнира в 14 весовых категориях победители наградили специальными дипломами и кубками. Ахмарал Кубжасарва, Бахт Пайлар, Функты, Стуках Парад. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите наши новости на сайте shimkin.tv.kz и помните, вместе мы сильнее. Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на субботу, 7 октября. В области малооблачно днем стобик термометра поднимется до 15 градусов выше 0, ночью плюс 7. В Шымкенте также малооблачно днем плюс 14, ночью 7 градусов выше 0. Субтитры подогнал «Симон»